ну что давайте сейчас покажу вам первый точнее минус первый этаж и он находится вот здесь так сразу в общем расскажу сразу прямо расскажу здесь проход от поездов дальнего следования сзади нас вход-выход со стороны павелецкой площади а вниз мы сейчас спустимся вот здесь и как раз таки там скорее всего а это у нас аэроэкспресс это прям кусочек аэропорта будет на павелецком вокзале или же или же тоже там частично так но давайте загадаю такую загадку в этот раз у кого критические дни два раза в году вот тоже загадка на креативное мышление но смотрите звезда на самом деле прям кусочек аэропорта я так назвал здесь даже изображено типа крыло самолета что-то мне прям это напоминает крыло самолета давайте посмотрим ну да чё то вот такое так здесь можно в электронном варианте выбрать билеты надеюсь и без всякой там мишуры потому что когда я покупал билеты на электричку сколько там нужно было там ненужной мишуры так ну чё значит там есть и билеты ну смотрите сидящие места здесь есть но их на самом деле немного вот совсем немного и они там я не знаю достаточно плотно занята там у нас кассы кассы так здесь что-то типа похоже на банкомат но это скорее всего пульт к камерам хранения так поездам билеты выход зал ожидания а там есть еще какое-то зал ожидания давайте мы его найдем этот самый зал ожидания так кассы мы нашли хорошо кассы мы нашли еще где-то я помню был кабинет 40 здесь а почему-то его не вижу так зал ожидания что-то нас теперь уже ведет куда-то туда в ту сторону так ну давайте посмотрим здесь опять же можно что-то взять попить и перекусить это уже скорее всего наверх так вот там тот самый эскалатора с которого мы все спустились здесь у нас прачечная вижу вот есть стрелочка на кабинет и сороковые склад забытых и невостребованных вещей камера хранения но насколько я помню мы сюда как раз заходили а вот вижу кабинет 40 так значит здесь кабинет 40 для людей с ограниченным ограниченными физическими возможностями там женский сороковый мужской на той стороне здесь написано м туалет а вот здесь можно прям перекусить почему-то в том автомате только попить а здесь перекусить но наверное типа знаете как чем ближе к туалету тем больше продаются закусок как то так в общем а ну и давайте сейчас знаете как я сейчас забегу в сороковой сейчас продолжим после паузы но здесь даже сороковые как в аэропорту то есть такие прям знаете ухоженные дизайнерские такие чистые зеркальные ну и так далее вот так давайте пройдемся пока что по этому туннелю я не знаю куда мы здесь выйдем вот а если говорить про сороковой которые на самом вокзале находятся что здесь что на других вокзалах то там прям сами сральники такие железные металлические в общем как в поезде и но в целом обстановка прямо реально отличается даже в кабинетах сороковых аэроэкспресса и кабинетах кабинетов сороковых именно вокзала железнодорожного так но здесь склад забытых вещей и уже дальше администраторское здание так что выходим значит мы наружу также напомню то что набираем народ еще в наш блогерский состав там кому чем ближе кому видео записывать кому статьи писать кому делать картинки фотография также есть и администраторы каналов ну и возвращаемся на исходную сейчас под конец если памяти будет достаточно покажу как выйти в метро уже обратно в этот раз на кольцевую павелецкую ну или давайте лучше наверное в следующий раз покажу сейчас уже в телефоне мало памяти осталось много нас снимал нужно будет это выложить так но правильный ответ на загадку загадка была такова у кого критические дни два раза в году правильный ответ у студентов вот как-то так ладно чё значит палец вверх подписка на канал х насчет сотрудничества можете писать в комментариях я вам там отвечу или же или же можете написать мне по номеру телефона в телеграме это плюс 7 981 458 8 8 6 4 ладно увидимся дальнего следования ну давайте сейчас я вам их покажу эти самые пути пока еще светло а потом уже просто моя цель была как раз сегодня показать вам все остальное кроме первого основного этажа и здесь кстати смотрите такая как бы это даже назвать знаете овлажняющая палатка что-то типа того решишь овлажниться заходишь и овлажняешься вот смотрите здесь скорее всего какие-то датчики которые реагируют на движение вот такой прикол но я конечно сейчас туда заходить не буду чтобы телефоне намочить вот прикольно было да когда в детстве мы подождем бегали нам это было по приколу так достаточно такое природное развлечение я бы сейчас бы конечно по дождиком бы под летним бы побегал хотя бы даже походил но мешает наличие электроники собой все-таки три телефона 2 powerbank а водонепроницаемый у меня из них только один телефон то есть все остальное а у меня промыкаемая так здесь смотрите номера путей дальнего следования с 1 по 5 а здесь кстати уже начинается выход на поезда аэроэкспресс то есть вы понимаете да сколько этих самых здесь поездов сколько разных вариантов как куда сесть как куда доехать она и так далее вот здесь получается но смотрите на аэроэкспресс здесь особо смотреть нечего конечно но я имею ввиду с улицы под него в отличие от других вокзалов например в отличие от того же самого киевского или белорусского на повелецком вокзале под аэроэкспресс не выделена прям отдельная часть вокзала то есть посадка на аэроэкспресс вот здесь посередине как мне кажется посадка может опять же быть наверное и с другой с других путей если они решат а здесь опять же посадка скорее всего на поезда дальнего следования но сейчас посадки нет вот но и посадка это понятно но на тех вокзалах которые я уже сказал там под аэроэкспресс отдельный зал отдельный выход и в общем все в одной стороне выход по поездам кассы залы ожидания аэроэкспресса но и так далее но и так далее а здесь как раз таки нет в общем посадка на поезда здесь рядом с остальными поездами кассы аэроэкспресс и насколько я помню находятся внизу на минус первом этаже там еще и кабинет 40 бесплатный то есть как то так ладно сейчас давайте я зайду через этот самый вход и уже увидимся после рамок теперь давайте я вам покажу